Здравствуйте всем. У меня нормально слышно? Хорошо? Сзади, да? Смотрите, я вот как-то так вклинилась в серию докладов, которые на достаточно конкретную узкую тему, которая связана с платными медиа, и в день ранее, и в сегодняшние доклады. Они очень много и детально будут про это говорить, и в цифрах, как в предыдущие доклады, очень интересные. У меня скорее такая более теоретическая презентация. Она даже не то, что теоретическая, это наш опыт, который мы строим на базе такой универсального подхода к маркетинговой стратегии. И он как бы немного шире, можно так сказать, да более теоретично, но при этом немного шире, чем просто платные медиа и реклама в интернете. Мы и, в принципе, я думаю, большая часть компаний, представителей, которые здесь присутствуют, присутствуют и мировых компаний, смотрим на клиента с точки зрения того, как он вообще приходит к покупке в нашей компании, покупке наших продуктов, пользуясь нашего сервиса. И в этом смысле мы смотрим это как на формирование клиентского опыта. И, собственно, я хочу поговорить о том, что собой сегодня представляет диджитал среда именно с точки зрения формирования клиентского опыта. И платная реклама, интернет-реклама как часть этого пути. Почему я считаю, что это важно? Потому что есть ощущение, что сегодня у большинства маркетологов представление о диджитал-маркетинге ограничивается, в хорошем смысле слова, это просто наши усилия, фокус наших усилий сосредоточен на привлечении клиентов. При этом очень большое количество задач, которые имеют непосредственное отношение к маркетингу, к диджитал-маркетингу, они остаются за скобками внимания маркетологов. Им не уделяются должные внимания. Это достаточно опасное смещение фокуса, потому что в действительности оно несет в итоге, ну как бы влечет до своей ошибки, несет потери определенные для бизнеса. Я просто хочу, чтобы мы как-то посмотрели, может быть, на это чуть шире, и посмотрели на диджитал как на некоторую экосистему, достаточно сложную, которая позволяет формировать этот клиентский опыт. Концепция, о которой я расскажу, я уверена, что многие здесь, возможно, ее видели в том или ином виде. Она, не знаю, кем она сформирована была, она достаточно простая, на разных конференциях ее по-разному используют, интерпретируют. Я хочу рассказать о ней, о дополненной ее компании McKinsey. Мне кажется, этот подход достаточно универсальный. Это в некотором смысле система координат, которая позволяет маркетологу, особенно тем, кто приходит только в диджитал, или не так давно начал свой путь, не заблудиться и понять, какие задачи есть, какие инструменты есть, и как правильно решать, потому что не всегда все решается привлечением клиентов, и вкладыванием, инвестированием в рекламу. Многие задачи решаются другими типами инструментов. Вне зависимости от того, какая у вас компания, продаете вы в онлайне, не продаете вы в онлайне, перед маркетингом, как правило, стоят три задачи. Если так совсем их укрупнить, это привлечение клиентов, включая информирование и вызывание интереса, формирование интереса у клиента. Вторая задача – это покупка, конвертация в покупку, в том числе помощь клиенту в выборе вашего продукта или услуги. И третья – это удержание клиентов, так называемая повторная покупка. Собственно, все эти три точки, они являются точками формирования клиентского опыта. На всех этих этапах отличаются степенью вовлеченности, интенсивности, вовлеченности клиентов в процесс, но все они формируют клиентский опыт. И очень важно, что сегодня современные реалии очень сильно изменили точки взаимодействия. Сегодня большую часть своего клиентского опыта люди получают в онлайне. И в этом смысле неважно, продаете вы в онлайне или не продаете вы в онлайне, клиент получает свой опыт там, там начинает формироваться его опыт. Там он ищет информацию о вашем продукте, там он ищет отзывы, делится опытом, там он сравнивает цены или какие-то характеристики. И только после этого он принимает решение, идет он к вам в вашу точку, если это, например, офлайн-бизнес, или переходит на ваш сайт, или не переходит. В этом смысле очень важно понимать, как выглядит путь клиента, чтобы на каждом этапе правильно с ним взаимодействовать, и не упустить ничего. Тут есть такой интересный момент. Мне буквально недавно попалась на глаза такая статистика, она про перенос ожиданий клиентов. Многие клиенты, наверное, все здесь присутствующих покупают в интернет-магазине. При этом бизнесы, многие из вас, могут не быть реализованы в интернете. Но при этом вы понимаете, как выглядит покупка в интернете. У вас есть определенные ожидания. Эти ожидания вы так или иначе неосознанно переносите на другие бренды, которые, допустим, сегодня не представлены в онлайн. И вот эта история с переносом ожиданий, она очень тонкая психологическая вещь, которую обязательно нужно учитывать. Пример из другой отрасли, такой немного офф-топик, но очень интересный. Всем известная компания Uber, когда она входила постепенно на разные рынки, в разные страны, в разные города. И агентство независимое, такое trendwatching.com, я думаю, многие из вас знают его, делали интересный замер. Они смотрели на то, сколько клиент был готов ждать такси, ну, скажем, в 2013 году, или там средняя цифра была, допустим, 10 минут. И, например, в этом году, в 2013 году, в городе появляется Uber, который говорит, мы подаем машину за 4 минуты. И на следующий год они делали замер, насколько люди готовы ждать машину. И люди были готовы ждать такси только в течение 4 минут. То есть насколько, при том, что сервисы и такси, которые были до этого представлены в этом городе, не готовы были предоставлять его так быстро, но у клиента сформировалось совершенно иное ожидание. Это такой традиционный перенос опыта в рамках одной индустрии. Нужно сказать, что этот перенос опыта, он существует на самом деле, он кроссиндустриальный. Клиент теперь не готов ждать в очереди, я не знаю, в Сбербанке, например. Простите, если здесь есть представитель Сбербанка. Или не готов ждать, я не знаю, пока ему сформируют заказ в каком-то онлайн-магазине техники и так далее. То есть у клиента есть определенный, формируется определенный опыт взаимодействия в digital или вообще в любой другой среде, опыт покупки, который он будет переносить на все бренды, которыми он собирается пользоваться. Это очень важно, это необходимо учитывать. В этом смысле, еще раз повторю мысль, что неважно, продаете вы в онлайне или не продаете, сегодняшний клиент начинает свой путь взаимодействия с брендом в онлайне. И это, конечно, важно учитывать. Итак, про концепцию. Я уверена, что вы ее так или иначе видели. Это традиционные paid, owned и earned media, где paid – это достаточно огромный комплекс различных интернет-каналов, owned – это собственные медиа и earned – заработанные медиа. Но чуть более детально и в сравнении с оффлайном, чтобы было понятно, о чем речь, для тех, кто, может быть, не знает эту концепцию. Я больше буду про digital инструменты говорить, потому что тут у нас больше все-таки речь о них. То, что касается платных каналов, это тоже огромная своя экосистема, свой огромный целый мир, какие инструменты там существуют, но в целом это, наверное, контекстная реклама, это медийка, это SEO, это мобильная реклама, онлайн-видео, какие-то всевозможные спонсорские, партнерские интеграции, соцсети, спецпроекты и прочее. Инструментарий огромен, мы все это хорошо знаем. То, что касается собственных медиа, это и сайты, и мобильные приложения, и какие-то сервисы, которые вы даете своим клиентам, это ваш CRM-маркетинг, ваши SMS-мейл-рассылки, это онлайн-консультанты, которые на сайтах помогают делать выбор клиенту и так далее. И онлайн-медиа – это тот опыт клиентский, который работает на вас, тот позитивный опыт, который приобретает клиент. То есть, по сути, лояльность, которая работает на вас, скажем так, это когда ваши услуги продвигают ваши же клиенты, либо ваши партнеры, пусть это будет шеринг в соцсетях, либо какое-то формирование народных рейтингов, либо отзывы на Яндекс.Маркете и так далее. По сути, это концепция таких интегрированных типов медиа, на базе которой сегодня у большинства компаний формируются бюджеты, формируются ресурсы, ну и вообще строится какая-то система аналитики, в том числе, наверное. И в этом виде концепция достаточно давно существует и в некотором смысле, наверное, хрестоматийная. Ну, особенно для рынка услуг, для рынка сервисных услуг, для ритейла и для FMCG, думаю, что тоже. При этом, несмотря на то, что практически у всех компаний в том или ином виде, это существует модель в бизнесе, не все ее управляют достаточно качественно, она уже в некотором смысле требует переосмысления и дополнения. В общем-то, переосмыслили и дополнили ее McKinsey, дополнили ее следующими двумя типами медиа. Надо сказать, что в России они пока слабовато развиты, но это как раз некоторый потенциал для каждого бизнеса, куда можно развиваться. Первый тип – это sold media, то есть это проданные медиа. Что это такое? По сути, это тоже собственные медиа, но которые имеют такой потенциал к монетизации, скажем так. Когда вы создаете какую-то площадку, ресурс, комьюнити, не знаю, все что угодно, куда вы привлекаете дополнительную аудиторию, эту аудиторию монетизируете, можете монетизировать в том числе, что вы продаете ее, скажем, не знаю, вашим конкурентам. Приведу пример из нашей отрасли. Есть такая эпатажная компания Тинькофф, страхование, недавно появившееся на рынке, которая купила достаточно известный сервер, сервис-агрегатор «Сравни.ру», на котором представлены абсолютно сравнения всех финансовых услуг, страхования и банковские услуги, и помимо того, что они представлены с тарифами, имеется в виду, вместе со сравнением цен. Тинькофф приобретает такой актив, как бы приобрел, во-первых, способ монетизации, потому что, естественно, за размещение там мы, страховые компании, банковский сектор платит активно. При этом он получает доступ к маркетингу, по сути, к маркетинговой стратегии каждого бренда. Это, конечно, такие огромные дивиденды. Я уверена, что на каждом рынке плюс-минус существуют такие какие-то примеры. Еще, например, из банковской сферы достаточно удачный пример. Это Варшавский банк «Айдеабанк», который создал в офлайне и в онлайне такой коворкинг, куда приглашают предпринимателей. То есть он сделал некоторую надстройку, скажем так. И предприниматели, разные мелкие, средние бизнесы, они там собираются, делятся идеями, и они, собственно, продают эти идеи и на этом зарабатывают. То есть на самом деле вариантов может быть огромное количество. Суть в том, что это некоторая околотематическая или там околобизнес какая-то среда, которую можно монетизировать в пользу своего бизнеса. Тем самым, на самом деле, выходя, в том числе, на новую аудиторию. И hijacked медиа – это так называемые угнанные медиа. Ну, по большому счету, это оборотная сторона earned media, заработанных медиа. Тут важна какая вещь. Сегодня у всех нас, как у клиентов, у рядовых, есть значительно больше возможностей, чем было раньше. Каждый из нас может сделать сайт, у каждого есть профиль в соцсетях. Мы имеем возможность все оперативно и быстро заснять, на телефон и все что угодно. И мы на самом деле можем создать некоторый контент, который может негативным образом сказаться на репутацию бренда. Если я осталась недовольна качеством какой-то услуги, или мне нахамили в магазине, например, я могу это заснять и выложить, и собрать еще кучу таких же людей, которым условно так же нахамили. То есть это то, на что на самом деле сегодня, в сегодняшних реалиях, бренды, как правило, очень слабо реагируют. То есть мы хорошо работаем со своими отзывами, которые касаются конкретного, которые размещены на наших страницах, которые мы ищем по сети. Но когда создан сайт-дублер, на котором выложены какие-то очень страшные порочащие медиа условно, то на это пока еще очень мало кто научился интересно и правильно реагировать. И это такая область, которую на самом деле нужно развивать, потому что люди все более и более становятся образованными, я имею в виду наших клиентов. Если им что-то не нравится, то волна негативная, может быть, огромная. Этот потенциал этого hijack-медиа, он, собственно, бескрайен. Ну, это вот, собственно, в деталях, какие инструменты существуют в рамках этих типов медиа. Ну, я уже об этом сказала, не буду останавливаться, наверное, на этом подробно. Что я хотела сказать, что сегодня коммуникационная среда, диджитал, она на самом деле очень многослойная. И в рамках каждого типа медиа огромное количество инструментов. Это свой, как я уже сказала, очень большой детальный мир. При этом очень важно, что эта среда, она двухсторонняя. При этом, к сожалению, большинство наших усилий до сих пор ориентировано на одностороннюю коммуникацию, на то, что мы привлекаем клиентов. Мы закупаем видео, там онлайн, не онлайн, мы закупаем кучу медиа и так далее. На самом деле, не всегда продумываем, как в итоге это будет конвертироваться в бизнес. Иногда это условно обоснованно, этому есть какие-то объективные причины, потому что, условно, за сайт или за точку у нас отвечают другие люди, и никто не смотрит на это, как на один клиентский опыт. Но мне кажется, что именно эта задача маркетолога очень внимательно проследить за ходом клиента и понять, где и как правильно с ним взаимодействовать. Я расскажу про наш немного опыт. Что это вообще за график такой, как сказал до меня Илья в каждой презентации из графика, который нужно объяснить. Это, наверное, он. Это самая стандартная воронка с тремя ключевыми этапами привлечения, продажи и повторная покупка. По сути, это задача. И на каждом из этих этапов каждый тип медиа работает лучше или хуже. Это опыт наш. В вашем бизнесе размер диаметра обозначает степень участия, степень влияния. Для вашего бизнеса этот диаметр может быть совершенно другой. Но принцип плюс-минус остается для всех таким. На этапе привлечения, конечно, ключевым все равно остаются платные медиа, так называемый paid-канал. Скажу про нас, что мы в свое время, у нас в компании небольшое отступление по свой онлайн-канал продаж, который с 2008 года развивается. Мы, собственно, лидеры среди универсальных компаний в этом бизнесе. То есть у нас такой свой e-commerce в рамках большой традиционной компании. И мы, продвигая этот e-commerce, начинали с того, что у нас платных медиа, вернее, оффлайн-медиа в сплите в медийном было 95%, 5% интернет-медиа. А сегодня у нас где-то около 70% нашего бюджета уходит на интернет-канал и 30% на оффлайн. При этом мы на сегодняшний день оттестировали просто огромное количество разных инструментариев. и любой, кто начинает для себя опыт и вход в диджитал-среду, естественно, столкнется с тем, что нужно тестировать. Нет волшебных таблеток, ничто не работает для всех одинаково, вам нужно постоянно тестировать. Значит, мы отказались полностью от некоторых типов медиа оффлайн, которые для нас вообще не работают, очень эффективно заместив их онлайн-медиа. И самое главное, как мы финансовая компания, как, наверное, любой другой бизнес, для нас самое главное – это снижение стоимости привлечения рубля бизнеса. И переход в онлайн, и достаточно глубокое копание позволило нам снизить стоимость привлечения рубля нового бизнеса существенно, практически в 2,5 раза. Но это отдельная тема для обсуждения. Помимо платных медиа, также задачу привлечения решают собственные медиа. Опять-таки, у каждого бизнеса своя специфика. Могу сказать про наш бизнес. Когда мы запускали онлайн-канал продаж, мы сделали на своем сайте возможность рассчитать стоимость страховки, не запрашивая никаких личных данных. Потому что мы поняли, что для клиента это является некоторым ограничением. Он хочет здесь сейчас быстро получить хотя бы примерный, лучше точный расчет, сколько стоит его страховка, не оставляя при этом номер телефона, имейл, или что бы то ни было еще. Потому что ему будут звонить, кто попал, и так далее. И на тот момент у всех абсолютно игроков возможность получения стоимости была только при предоставлении данных. После того, как мы реализовали сервис, где эти данные не требуются, наш сайт стал некоторой отправной точкой. Люди приходят на этот сайт, считают примерную стоимость, и дальше начинают свой путь серф, сравнения по другим компаниям. Но у нас уже есть контакты в некотором смысле, и диджитал инструменты потом помогают ловить его даже на других источниках. Но мы поняли, что для нас очень важно, чтобы клиент получил первый опыт, положительный опыт именно на нашем сайте. Поэтому свои медиа, он медиа, тоже могут работать на привлечение бизнеса. Естественно, заработанные и угнанные медиа, это отзывы позитивные, негативные, вообще весь контент, который по такой, контент отзывов, который формируется вокруг вашего бренда, он тоже, естественно, влияет на привлечение бизнеса. Дальше. То, что касается непосредственно продажи. Опять-таки, у каждого своя специфика, но для нас наши сайты, наши процессы, то есть, как мы для себя давно решили. Вот у нас есть онлайн-канал продаж. Собственно, продается там наша страховка или не продается, влияет три фактора. Первое – это качество трафика, второе – это качество продукта, и третье – это качество сервиса, через который мы это продаем. То есть, наш сервис. Если с трафиком плюс-минус все понятно, мы понимаем его качество, можем оценивать это. С продуктом тоже мы понимаем эластичность цены и спроса. То, когда мы поняли, какой вес именно самого сайта, мы были очень сильно удивлены, потому что это, на самом деле, один из самых важных факторов, насколько клиенту удобно покупать это в онлайн. И поэтому, если вы переходите в диджитал, вам очень важно понять, будет ли клиент там покупать, и что важно для него организовать, какой сервис, потому что там рекламные инструменты уже не сработают, неважно, какую вы аудиторию закупили. Если у вас неудобный процесс продажи, то считайте, что вы деньги просто потратили впустую. Ну и повторная продажа. На повторной продажи тоже для нас, естественно, самый основной сервис, вернее, самые основные медиа – это наши собственные медиа, это сервисы продления, всякие наши CRM-системы и прочее, но плюс на этом этапе очень важную роль, конечно, как и на предыдущем на продаже, имеет Earned и Owned Media, это тот опыт клиент, который получил в рамках пользования нашим продуктом. И здесь у нас очень глубоко выстроена работа, и в принципе, для любой сервисной компании это, наверное, самая сложная часть работы, попытаться, даже негативный клиентский опыт, а он бывает у всех абсолютно, переломить, перебороть, перестроить в позитивный опыт. Так выглядит воронка. Естественно, то, что я уже говорила, специфика каждого бизнеса расставляет приоритеты по типу медиа, может расставлять разные приоритеты, но почему это в некотором смысле система координат, потому что, если вы понимаете, у вас своя огромная клиентская база, вы хотите прирастать, как бизнес, но при этом своя большая клиентская база, может быть, вам не нужно идти в новый бизнес, вкладывать кучу денег в привлечение новых клиентов, может быть, вам нужно условно в следующем году сконцентрироваться и приложить больше усилий на то, чтобы отработать свою аудиторию, просто использовать тоже те же самые диджитал-каналы, но другой тип этих каналов, или делая ставку на развитие каких-то своих онлайн-сервисов. Или вы понимаете, что у вас очень маленькая клиентская база, наоборот, и ваша задача прирастить, или ваша задача может быть увеличение повторной покупки. В зависимости от задач, вы выбираете тот тип меди, и уже в рамках типа меди вы выбираете инструменты. Потому что сейчас, как правило, мы приходим в агентство, нам предлагают инструменты, а мы пытаемся сметчить их со своими задачами. Это, в общем, какой-то не совсем логичный путь, на мой взгляд. Мысль моя в том, что сегодня происходит такой очень важный переход, он должен произойти в голове у маркетологов, от перераспределения бюджетов в рамках медийного сплита, к управлению клиентским опытом, к пониманию, кто ваш клиент, как он покупает ваш продукт, где он покупает в оффлайне, вернее, что он делает в оффлайне, что он делает в онлайне, как-то скоординировать это с вашими задачами и выстроить такой опыт, предоставить клиенту такой опыт, который будет отвечать его ожиданиям и даже превосходить его ожиданиям. И, собственно, в этом путь лидера предвосхищать ожидания ваших клиентов. Вот. Это, собственно, все, что я хотела вам рассказать и готова ответить на какие-то вопросы. Простите, если немного сумбурно. Я сегодня болею. Спасибо большое. Так, вопросы? Вот там пока рука. Здрасте. Я Арина Паблицис Zenit OptiMedia. У меня вопрос такой. С точки зрения страхования и финансов у вас есть рекомендованный сплит по эффективной по управлению бюджетом? Это больше, ну, я даже не про детали, понятное дело, а это больше упор на перформанс-инструменты, медийка только под какие-то тактические активации, новые лончи в сопровождении телека. Вот. Я поняла вопрос. Но я сейчас уточню. Вы задаете вопрос про paid media все-таки. Да, про paid. Окей. Ну, я говорила, что это такая отдельная тема, потому что она очень интересная и очень сильно люблю, потому что мы очень любим считать. Я тоже. Да. Можно с вами отдельно поговорить. Но сейчас вкратце расскажу. Значит, у нас мы очень длинный путь прошли, тестируя разные инструменты, миксуя долю в сплите между оффлайн-онлайн инструментами, в онлайне разные подинструменты, скажем так, и в оффлайне разные подинструменты. И при этом все мы постоянно делали замеры. У нас есть достаточно сложная и развитая система аналитики. Почему она сложная? Потому что сам продукт на самом деле сложный. Может быть, у большинства присутствующих тоже непростые продукты наверняка. Но у нас цикл принятия решения о покупке достаточно долгий. Клиент может сегодня прийти на сайт, а потом от двух недель до месяца ходить, выбирать, сравнивать продукты, уходить, еще раз приходить, еще раз делать какие-то расчеты. В общем, мы не можем считать в лоб условно. Это определенная проблема. При этом мы считаем в лоб, даже чтобы иметь какое-то представление. Дальше. У нас есть, сейчас это реализовано в рамках Google Analytics. Мы это реализовали на базе другого инструмента раньше, чем Google Analytics ввел ассоциированные конверсии. Мы смотрим цепочки. Те цепочки, которые довели клиента до продажи. Исходя из этого принимаем решение. То есть мы можем не увидеть какой-то источник в лоб, но при этом мы видим, как этот источник конвертировался в итоге через цепочку. Тут есть, естественно, проблема, потому что на клиента приходится в среднем в России три точки входа. И ассоциированные конверсии пока с этим не работают. Для этого у нас есть эконометрическая модель, которая уже много лет, которая каждые полгода апдейтится и корректируется. У нее достаточно высокая прогностическая сила. Она позволяет активно прогнозировать влияние каждого медиа. В том числе, она многофакторная модель. Она понимает, что если мы включим телек, то у нас вырастут прямые заходы, еще вырастет контекст, а через контекст тоже вырастут прямые заходы. Это такой внутренний калькулятор. Ну, да, да, абсолютно верно. И, собственно, все эти три инструмента, они позволяют нам очень точно понимать роль каждого медиа. Когда точно понимаешь роль каждого медиа, естественно, ты можешь планировать, это очень точно и качественно, планируешь, сколько денег тебе на каждый тип медиа потратить. При этом у нас есть, скажем так, НЗ, то есть определенный кусок денег, который мы всегда отводим на тест. Потому что есть инструменты, и они появляются, как, я не знаю, как грибы после дождя, которые мы не тестировали. Мы вообще большие любители потестировать, потому что, опять-таки, у нас есть система аналитики, система метрик, которая позволяет видеть результаты. Не просто мы потестировали, понравилось, не понравилось. Вы точно видите, как это сработало, либо не сработало. Поэтому мы вообще пропагандируем такой тест-подход, скажем. Вот. Ответим на вопросы? Спасибо. Спасибо. Так, еще вопросы? Спасибо большое, Аксения. Спасибо.